доброго времени суток с вами данила рыжкин и это субъективное с бородачом я посвящаю двум темам днр лнр и ревакцинация ну что ж давайте разбирать в это красивое число 22 февраля 2022 года такие серьезные темы свет камера мотор ну что ж теперь на планете земля есть донецкая народная республика и луганская народная республика но точнее независимость им признала российская федерация и по инсайдам люди которые проживают в донецке том же самом они рады данному событию да у них бомбежка да у них обстрелы до эвакуация и они прячутся в подъездах но они рады они считают что теперь жизнь будет налаживаться это не просто громкие слова это действительно инсайды потому что ну я же не буду выдумывать у меня есть люди которые напрямую живут там которые граждане получается днр и сообщают мне об этом хорошо это или плохо но это их жизни здесь хотелось бы рассмотреть возможные последствия всего этого а их не так ты много первое это третья мировая война с участием не информационной части а непосредственно оружие это конечно не весело 21 век на дворе 22 год на дворе мы еще от коронавируса не избавились а тут давай постреляем давайте-ка вновь друг друга уничтожим мало нам того что нас планета уничтожает давайте просто сраться на пустом месте если глобально так на это посмотреть и убивать друг друга у нас вот сейчас войска возможно мобилизуют и они идут по федеральным трассам скорее всего это конечно просто прогон просто есть прецеденты надо войска прогнать чтобы техника не застояла не заржавела да так сказать но все равно это мрак ну согласитесь это не нормально в современном вроде как цивилизованном обществе второй вариант развития событий все обойдется без кровопролития будут просто санкции замечательные санкции от евросоюза от сша от украины ну и соответственно от российской федерации днр лнр а ну и возможно других стран участников всемирной экономики хорошо это ну как сказать муж сколько лет в санкциях живем вроде как научились сейчас новый этап пойдет надо это ну видимо политики решили что надо вот эти вот сморщенные дети в большой песочнице опять что-то не поделили а нам отдуваться сейчас рубль упадет инфляция будет здоровой беженцы побегут геморроя будет ой веселое время веселое время а третий вариант развития событий а ничего не будет но как-то наверное это слишком оптимистично рассчитывать на третий вариант развития событий я конечно за третий вариант но если не он то пусть второй первый не хочу вот пусть лучше зомби апокалипсис из-за коронавируса первый вариант не хочу ну а так как это кстати мой канал напомню вам не это субъективное с бардачом где я высказываю свое субъективное мнение хотелось бы поделиться одной мыслью если вы человек который собирается на фоне вот данных событий сеять панику пропагандировать насилие и хоть как-то подливать керосин в этот костер пошли вы нахуй пожалуйста выйдите пожалуйста сейчас из своего окна и прямо об землю нахуй вы нужны вот вот не нужны вы нам вообще не нужны и так проблем хватает все поиграли хватит хватит опять же еще от коронавируса не измабились и это вот вторая тема ревакцинация давайте поговорим насчет ревакцинации я человек ревакцинированный у меня была и первая вакцина спутник и и второй раз я укололся был привит чипированным билл гейтсом тоже спутником в ней не лайком все полноценно прививочка 21 день ждешь прививочка и это правильный подход это рациональный подход потому что прививка она снижает вирусную нагрузку она не дает вирусу распространяться и мутировать давайте вам небольшой маленький ликбез про вирусы если у вас есть вакцина и вы заболели а такой шанс есть то болеть вы будете все равно не долго и вирус не успеет мутировать из большей долей вероятности не перейдет к другому человеку так как ваш иммунитет просто не даст ему выбраться и соответственно если все вакцинированы ну или ревакцинированы короче цикл завершён то вирус перестанет распространяться в таких масштабах и не сможет мутировать в более страшное подобие себя и соответственно мы его можно сказать победим и сведем его к обычным сезонным вирусом как например грипп а вот если организм не вакцинирован если он не знает как с этим бороться и заражается то болеет он долго и вирус в организме развивается мутирует если человек не умирает или умирает но в процессе болезни успевает взрастить себе новый вирус новый штамм новую мутацию вируса и распространить ее на своих друзей знакомых коллег так далее то вирус будет продолжать жить и становиться сильнее как бы вы понимаете да зерно рациональности относительно вакцины я надеюсь я вас хоть чуть-чуть убедил относительно того что нужно вакцинироваться и ревакцинироваться паде что да а теперь еще один небольшой тейк касательно ревакцинации когда я пошел ее делать мы пришли с женой хотели спутник лайт не получилось потому что одна капсула это нам полно 4 человека никто не приходил именно на лайт поэтому записались на повторный вид замечательно хорошо чуть побольше вируса в организм будем теперь сильнее так вот пришли мы при нас еще приходят люди кто-то на повторную вакцину не ревакцинацию на повторную вакцину кто-то на первый раз и приходит женщина с ребенком и медсестричка вот это которая принимает ей говорит что ну как бы я вам не советую вы знаете вот этот типичный антиваксер я бы вам не советовал да конечно ограничений нет да все разрешено беременна можно давать вакцины но я вам не советовал потому что ну а кто знает что будет и вот этот сука продолжает вот эту информационную войну относительно этой запутавшейся уже на тот момент естественно выбитой из колье женщины потому что как минимум она с ребенком пришла и муж стоит молчит и это женщина заполнив бланк она его так кладет и собирается идти к выходу меня это разрывает ну и здесь включается мой пропагандист относительно прививок который вступает в конфронтацию с этим медперсоналом который должен грязь убирать они людей лечить я говорю те же самые слова которые вам сейчас сказал несколько минут назад что вакцина уменьшает вирусную нагрузку что из-за этого пандемия быстрее спадет спадут ограничения все смогут ходить куда захотят и не нужно будет потом повторно тратить время в очередях и также делать эту вакцину на обязательной основе для получения qr-кода идет банальные слова говорим громко женщина услышала вернулась и пошла в кабинет и защитила себя своего ребенка своего мужа знакомых друзей родственников коллег всех вокруг вот если вы становитесь участником такой ситуации если вы видите как такой дешевый никчемный медперсонал начинает гнать такую пургу запутавшимся людям вот этот ни хера не понимающий персонал начинает такое говорить на что он права не имеет вступайте в спор отстаивайте рациональную позицию отстаивайте 21 век 22 год мрак вокруг творится надо рациональность отстаивайте продвигать ее в массы на этом составными серьезными повестками дня я завершаю и хотелось бы немного поговорить о себе исповедь сделать сейчас 22 февраля 2022 года красивая зеркальная дата 12 же декабря 2012 года я записал и выложил свой первый видеоролик который можно расценивать как видеоблог поэтому сейчас и повторяю тогда я думал что я буду снимать видеоблоги которые не только будут как одушина для меня но и как некое просвещение я считал себя уникальным человеком как наверное каждый второй если не каждый первый видеоблогер себя таким считает и что мои мысли мой посыл людям понравится зайдет я поучу аудиторию ну и просто сам удовлетворюсь тем что вот я рассказал я могу а меня еще и смотрят я помню youtube когда кнопка подписать подписаться была сверху когда можно было настраивать эту шапку не через творческую студию когда творческой студии не было я помню те времена когда youtube в течение месяца одобрял меня на официальную партнерку от youtube на adsense я помню как я ее прошел как получал свои центики и горжусь тем что заработал с youtube чуть больше доллара я горжусь этим хоть это и копейки но я горжусь я заработал ни у кого не сдирая контент не делая мракобесия на камеру я высказывал свое мнение критиковал я давал рациональную мысль в камеру для своих немногочисленных зрителей и получил с этого деньги я считаю что красавчик я прожил с youtube долгую жизнь я начал заниматься ютубом до официальной работы я конечно продолжаю работать ну и вот ютубом иногда занимаюсь правда сейчас редко ролик раз в три месяца это ненормально наверное для ютубера но такие времена на работе я теперь начальник получаю больше чем когда только начинал на ютубе все наоборот просмотры не растут лайков нет комментариев нет дизайки вообще отключены аудитория падает не миллиона просмотров хотя бы даже в общем не тысяч подписчиков и даже когда у меня стреляли стреляли ролики которые по всем алгоритмам должны попадать в тренды потому что я знаю каким количеством с каким приростом туда попадают ролики ролики не попадали я просто youtube не совсем удобен видимо делаю такие выводы то что уж там youtube мои друзья не распространяют мои ролики не ставят комментарии не помогают ранжированности видео о чем уж я говорю это знаете вот а небольшая да вот исповедь как такой эмоциональный взрыв просто сказать как некоторые youtube блогеры из андеграунда живут и относятся сейчас потому что происходит я ненавижу то состояние которое сейчас просто пришел телек на youtube я ненавижу то что здесь слишком много мошенников я ненавижу то что здесь очень много людей которые из этих мошенников делают контент не делая ничего такого с чего начинался youtube нету творчества нету сериалов нету оригинальных шоу нет оригинального контента я хоть и смотрю весь этот шлак чтобы у меня мозг отдохнул но в глубине души я гручу и просто вам сейчас об этом сообщаю и это не видео в такую красивую дату не значит что я заканчиваю хотя часть это было бы логично нет просто говорю с вами это мой канал это читайте мой голос в интернет я просто говорю и надеюсь что меня кто-то слышит воспринимает у него это откладывается и выходит в момент просмотра на диалог со мной с собой с миром ой просто иисус христос ее просветил но на этом все думаю тут уже сказать нечего слишком много воды с вами был есть и будет всегда данил и рыжкин самый субъективный бородач во всем ютубе на всем интернете и главное не будьте нормальными а то будете причиной третьей мировой или распространением коронавирусной инфекции будьте рациональными всем спасибо всем дислайк